Финал Кубка России по конькобежному спорту прошел в Коломне. Как выступили подмосковные спортсмены и в чем секрет коломенского льда? Об этом поговорим с генеральным директором конькобежного центра Коломна Сергеем Орловым. Это интервью 360. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Давайте прежде всего о масштабе самого соревнования, о финале Кубка России. Вообще, сколько спортсменов и из каких регионов смогли принять в нем участие? Встретились на Коломенском льду. Давайте по порядку. Масштаб соревнований, по большому счету, при отсутствии международных соревнований, это, наверное, второй старт после чемпионата страны. Ну, по уровню, скажем так. При этом он является подводящим итоги этапов Кубка страны, которых проходило несколько, проходило в разных городах. И подводились итоги не только вот именно данного старта непосредственно, где наши спортсмены завивали пять золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали. Наши, я имею в виду, спортсмены подмосковья. Подмосковные. Ну, если быть откровенным, кроме Захарова, это спортсмены Коломны. Захаров у нас, если я не ошибаюсь, в Красногорске прописан. То есть, ну, подмосковный спортсмен. В связи с тем, что Коломна – это центральная база конькобежного спорта, поэтому тренируется он тоже в большинстве своем в Коломне, прежде всего. Вот. И также подводились итоги по результатам соревнований. То есть, в течение всех нескольких этапов спортсмены участвовали кто чаще, кто меньше. То есть, кому-то неохота на улице бежать, да? То есть, он только на улице, имеется в виду, на открытых катках, он бежит только в закрытом катке. Набирают очки. И при результате этих соревнований также подводился итог. То есть, мы награждали два раза. Было первое награждение – это за соревнования, непосредственно прошедшие. И также награждение за результаты по итогам года. Интересно прошли старты. Старты прошли насыщенно. Но, словно, оно не очень хорошее. Приходится ребятам, молодежи немножко привыкать. Отсутствие международных соревнований, оно теряется мотивация. То есть, у них подсознательно, подкоркой держится в голове, что это не самый главный старт. Но это поправимо, и над этим тренеры работают. На этом работает Союз конькобежцев России, областная федерация этим вопросом занимается конькобежного спорта. Потому что нужно ребятам доводить, чтобы они понимали, что мы тренируемся, мы развиваемся. Нам нужно продолжать сохранять вот эту базу, сохранять навыки, которые мы приобрели. И отдавать эти навыки молодежи. Молодых спортсменов много бежало. Также бежали спортсмены из Белоруссии на этих соревнованиях. То есть, они не входили в общий зачет, потому что пока еще не разработаны четкие критерии правила проведения соревнований, для того, чтобы российские спортсмены и белорусские спортсмены могли бежать вместе именно с одним зачетом. Потому что, все-таки, это Кубок России, да? Но сейчас Союз конькобежцев России совместно с Минспортом Российской Федерации прорабатывает вопрос о том, чтобы данные соревнования уже были календарными официально и разыгрывались официально медали. Потому что, что хочется отметить, если... Ну, так... Раньше мы белорусских спортсменов объезжали иногда на одной ноге, иногда толкаясь второй немножко, да? Это шутка. Но на сегодняшний день белорусы показали очень качественные результаты, очень хорошие. И на некоторых дисциплинах, на некоторых дистанциях они нас обгоняли. Ух ты! Да, девочки особенно. То есть, и были такие моменты, что ребята готовятся. Все-таки, как ни крутите, они нам на соревнования приезжают не первый раз. То есть, на Кубке они уже приезжали. Коломенский лед, они его называют прекрасным, великолепным, потому что, как там не говорить, Минск пока, ну, не дотягивает, ну, совсем не дотягивает до уровня результатов. И плюс ко всему еще белорусские спортсмены, когда приезжают, они тренируются и со сборной страны, и тренируются со сборными городов других регионов, которые тренируются у нас, тренируются со сборной Московской области на одном льду. И вы знаете, когда ты тренируешься со спортсменами достаточно высокого уровня, то ты перетягиваешь к себе, может быть, те скорости, на которые они движутся. Ты подсознательно, спортсмен, даже если не обращают внимания, видит, как бежит другой спортсмен высокого уровня и перетаскивает на себя вот эти технические движения, потому что конькобежный спорт среди циклических видов спорта самый сложный. Кто бы не говорил, потому что вот виды спорта, где бегут по кругу, ну, цикличек, или гребля, допустим, да, там, велосипед, он сложен тем, что технически очень много различных движений. Это старт, это и прямая, это поворот, это, по большому счету, на длинных дистанциях, это скольжение на коротких дистанциях, это больше резкие отталкивания, это более силовая работа. И поэтому очень много нюансов, очень много таких моментов, которые требуют от спортсмена разносторонней подготовки. Поэтому вот эти соревнования, они дают возможность посмотреть на других, дают возможность посмотреть, что ты представляешь себя на фоне других спортсменов. Ну, плюс к всему, белорусы, они хорошо отработали, у них неплохо получилось. Вот, как бы так. Ну, а вот если говорить о наших российских регионах, то участники из скольки регионов приехали? Ну, по-моему, 17 регионов, 80 человек, я перечитать всех не буду регионов, потому что достаточно большое количество. У нас постепенно в России возрастает конкуренция среди крытых катков. Год назад был открыт Иркутск, Кемерово, два стадиона. Они, значит, они более универсальные, они подготовлены для разных видов спорта. Это и хоккей, и хоккей с мячом, и конькобежный спорт. То есть там есть свои нюансы в температурном режиме. Допустим, у нас 16 градусов на арене, у них значительно холоднее, там 10-7 градусов тепла всего. Потому что хоккеисты, они просто потеть начинают, ну, утрированно, да. То есть есть определенные моменты. Я здесь недавно услышал, что вот в Иркутске лед очень понравился многим спортсменам. Значит, нам есть над чем работать, чтобы вопрос, чей лед лучше, ни у кого не возникал. Потому что по результатам мы в любом случае выиграем, но чтобы даже чисто по ощущениям коломенский лед был для всех идеальным. Ну, мы стараемся над этим, работаем. Ну, то есть, получается, можно сказать, что количество участников растет с каждым годом? Есть какая-то такая знамена? Нет, 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 нет. Или здесь стабильность? Смотрите, здесь уже отбор, потому что отбор на Кубок страны, на финал Кубка страны идет отбор. То есть спортсмены просто на этапы Кубка страны заявляются практически все. Все. У нас были, кто хочет, да. То есть есть критерии там, быстрее кандидат в мастера спорта шлагбегает, он может заявиться. Но дело все в том, что соревнования, допустим, которые у нас в Кубке иногда идут 10 часов, 12 часов. Это ужасно, это тяжело для судейской бригады, для спортсменов тяжело. Мы там делим по... там мальчики отдельно, девочки отдельно, утрировано. А все-таки чемпионат, финал Кубка страны отбираются сильнейшие спортсмены по результатам. И больше 80 уже соревнований проводить тяжело. То есть это неправильно. Будет и для зрителей тяжело, и они несмотребельны становятся совершенно. Даже по интернету мы онлайн-трансляцию делали. Уже проблематично, я бы сказал так. А вот вы сказали, что подмосковные спортсмены показали себя пятью золотыми и четырьмя серебряными медалями. Да, да, и где бронзов. Как вообще этот показатель в общей картинке оценивается? Это успех или есть еще над чем работать? Извините, работать всегда есть над чем. Да, я так и знала, что вы так скажете, всегда есть над чем работать. Как будет весь подиум, да, первое, второе, третье место, и желательно на всех дистанциях, тогда да. Есть чем заниматься, есть куда развиваться. Но все дело в том, что на сегодняшний момент, как я уже сказал вам о том, что открылись два катка новых, да, не считая Челябинска. Надеюсь, скоро Крылатская откроется обратно после ковида. Что мест, где можно тренироваться, больше. И во многом, вот если возьмем мы с вами Иркутск, Кемерово, спортсмены, тренеры там голодные. То есть у них вдруг неожиданно появляется вот то, чего не было даже близко. И они тренировались вот до этого в условиях, ну, в которых, допустим, я когда по молодости занимался на открытом льду, это для меня сейчас выйти на открытый лед, да не в жизни, потому что это холод собачий, 20 градусов мы тренировались, тренировки 25 градусов были, до 30 градусов мы тренировались, мороза, это тяжело. А вот представьте сейчас, они тренируются, тренируются на улице, там, Иркутск тем более, да, то есть не сильно теплое Кемерово место, и вдруг им бам, такие условия шикарные. Для меня, допустим, на лед выйти 10 градусов тепла, это холодно, я замечаю полтора градуса разницу на льду, что-то холодновато сегодня, что-то не пойму. А у них, там, с минус 20 на плюс 10, да, то есть 30 градусов разница температуры, они, у-у-у, Ташкент. Все прекрасно. И они начинают, они голодные за медалями, они начинают рваться. Есть такое выражение, коньки – это лошадиный спорт, да, то он достаточно тяжелый, через, ну, и болезненный, как ни странно, через боль, через пот они вырываются, делают себя и создают для себя, ну, на будущее, наверное, более комфортную жизнь, более интересную и во многом правильную. И я считаю, что продвижение вперед в жизни, там, достижение каких-либо целей через спорт – это хорошо, это очень важно. Это, извините, и здоровый образ жизни. И, с другой стороны, наверное, спорт чем хорошего, когда человек себя пересиливает через какие-либо действия, связанные там с работой над собой, над работой с тренером, переосмысленнее то, что он делает. Это строит человека, строит его правильно, строит совершенно. Я, правда, ушел немножко от вопроса, но… Это вопрос к тому, что у подмосковных конькобежцев есть уже конкуренция здоровая, да, если говорить… Да, конкуренция создается, она создается не только условиями, то есть не только вот то, что там кто-то хочет тренироваться, но она создается именно условиями, новыми катками. Это, с одной стороны, нас, конечно, немножко напрягает, но, с другой стороны, только в здоровой конкуренции рождаются результаты, я бы сказал так. Ну, тем не менее, желаем нашим подмосковным ребятам, конечно, всегда успехов. Спасибо вам большое, Сергей, за интересную беседу. И пусть на следующем финале Кубка России еще больше у нас будет серебряных и золотых медалей. Множаем на два, как минимум. Хорошо, договорились. Но я напомню, что о конькобежном спорте в Подмосковье и об одном из самых старейших конькобежных центров, который находится в Коломне, мы говорили с его директором Сергеем Орловым. Это интервью 360. Продолжение следует...